Я думаю, нет проблем. Нет проблем, и каждый понимает, и каждый знает, что нас сейчас хотят разделить. Разделить на тех, кто говорит на русском, тех, кто говорит на украинском. Мы понимаем друг друга, и нет абсолютно никакой разницы. Нас хотят разделить географически, то, какую церковь ходит. Я не буду много говорить, не буду соревноваться в краснословии. Я хочу вам рассказать только лишь то, что произошло. Несколько часов назад в администрации президента трехчасовые переговоры. Требования знают все. Их неоднократно говорили. Говорили. Неоднократно эти требования озвучивали здесь, с этой трибуны. Для того, чтобы решить. Можно называть его политическим кризисом. А на самом деле люди сказали уже многократно. Мы не хотим жить в беззаконии. Мы не хотим существовать. Мы хотим жить в нормальной стране. Здесь каждый из вас многократно ставил вопрос. Дайте нам лидера. Кто будет лидер? Дайте нам куда идти и так далее. Вопрос лидерства не стоит. Я не собираюсь соревноваться, кто будет стоять. Кто выше, кто лучше говорит, кто лидерам. Я одно могу сказать. Я с каждым из вас здесь на площади. Нужно будет стоять, я буду стоять. Нужно будет идти и сражаться, я буду вместе с вами. Потому что та надежда, которую возлагают многие, общаясь со мной. И говорят, Виталий, мы на вас надеемся, не подведите. Я сделаю все, что от меня зависит. Нужно будет идти под пули, я пойду под пули. Нужно будет все, что угодно. Я буду отстаивать интересы людей. Я буду интересы страны отстаивать. Я хочу жить в нормальной стране. Как и многие из вас, где есть закон. Где нет беззакония. Я обращаюсь сегодня, сейчас. Была создана, и коллеги расскажут. Рада, которая приняла ключевые принципы. И на которые мы проголосовали. Решение может быть непопулярное. Хочу подчеркнуть еще раз. Мы используем любую возможность для того, чтобы не было вновь погибших. Чтобы ни в коем случае не подставить и не было вновь погибших под пулями. Сегодня собираются расчистить Майдан. Мы должны сделать все, чтобы зачистки не было. А завтра, если президент не пойдет навстречу. Мы сконцентрироваться. Нас будет еще больше. Мы пойдем в наступление. Другого выхода не успею. Потому что мы хотим жить в нормальной стране. Сегодня. Я знаю, многие из вас имеют разную точку зрения. Кто-то хочет, приехал и хочет сегодня поменять ситуацию. Нам необходимо собраться, собрать силы. И использовать любую возможность для того, чтобы избежать дальнейшего кровопролития. Я сам ничего не боюсь. Я боюсь. Забоюсь за то, что мне могут подойти люди и спросить. Виталий, у меня погибли знакомые, друзья, сын. Этого я боюсь. И поэтому я сделаю все, что от меня зависит, для того, чтобы не допустить кровопролития. И все-таки найти путь решения этого вопроса. И еще раз, обращаясь к президенту, знаю, что в эту секунду он смотрит эту трансляцию. Я знаю, что у вас, президент, есть возможность решить этот вопрос. Досрочные выборы изменят ситуацию без крови. И мы будем делать все для того, чтобы добиться этого. Услышьте людей. Не игнорируйте их. Решите эту ситуацию. Если вы не будете слышать людей, они сделают все, для того, чтобы вы их услышали. Я хочу обратиться к каждому военному. Вы давали клятву своему народу. Я хочу обратиться к каждому военнослужащему, работнику милиции. Вы должны защищать свой народ. Вы должны защищать людей, а не использовать дубинки, автоматы или оружие против своего народа. Переходите на сторону народа. Я гарантирую каждому, кто перейдет на сторону людей, защиту. Мы сделаем все. Обращаюсь к ним. Ни в коем случае не используйте оружие против мирных людей. Потому что мы боремся за правду, за наше будущее. Слава Украине!